шалом уважаемые дамы и господа три человека сидит в гулаге в сибири там в лагерях сталинские времена он его спрашивает ты чего сидишь он говорит я напал на рабиновича а ты а я защитил рабинович а третьему а ты а я сам рабинович эта история интереснейшая напоминает нам страшнейшие времена когда людей осуждали ни за что потом им предъявляли какие-то вещи то есть начали суд сначала приговор а потом ему пишут как говорится за что дамы и господа когда мы внимательно изучаем перке а вот мы приходим к выводу что это не только в гулаге но и у нас в торе в начале приговора потом суд великий рабин ахман из бреслова объясняет слова своего прадедушки раби стреля большим того который объясняет мишну написано в мишне что человека судят с его ведома или без его в этом человека осуждают с его ведома это мы можем понять и накосячил тебя к стенке тебя в тюрьму тебя лишают каких-то вещей это понятно и никто не будет спорить но когда без моего ведома меня осуждают это я не могу понять и вот большим то приводит тоже мишну я скажу вам что эту мишну обычно приводят вспоминают самый такой тяжелый момент нашей жизни когда человек уходит из этого мира и всегда говорят что человек идет по своему пути наверх и там наверху ему делают дин в хижбон что-то дин в хижбон сначала суд то есть осуждение приговор а потом уже хижбон хижбон это подсчет то есть я сначала послали в сибири ты доезжаешь а там ты получаешь письмо вот за это за это за это и ты не понимаешь секундочку что с адвокатами надо было все поменять и он объяснять как при каких обстоятельств такое может быть давайте вспомним дамы и господа что мы с вами судьи помните о судьи кто и в нашей недельной главе шовтим которая в принципе открывает вот месяц и люль открывает это первая глава которой мы сталкиваемся уже как говорится в начале после нескольких дней месяц и люль месяц и люль месяц милосердия который подводит нас к судному дню ровшу шона и вот месяц и люль шовтим написано судей и надсмотрщиков поставь или возьми себе назначь себе во всех воротах своих ты задаешь вопрос секундочку я должен назначать я назначаю их тора обращается лично ко мне возьми и назначь их себе во всех своих воротах вот объясняет классический наш комментарий что у каждого человека есть семь ворот это ноздри это глаза это уши и уста и вот все что в них входит все что из них выходит должны поставить там судей и надсмотрщиков и контролировать вот как мы это ведем это классический комментарий есть еще более такой вот приемлемый комментарий который говорите простым текстом ты судья ты судья каждый день ты судишь людей ты слышишь какие-то вещи там по радио в действительности с тобой общаются ты можешь кого-то осудить на месте кого-то приговорить то есть мы каждый день занимаемся суда производства мы сами адвокаты сами прокуроры обычно мы адвокаты свои и прокуроры кого-то вот объясняет нам большим то в тот момент когда ты кого-то осуждаешь ты сам того не зная как мы сказали без твоего ведома ты осуждаешь себя потому что ситуация в которой ты сейчас находишься это испытание от бога бог тебе приводит какой-то другой пример там тебе сказали там этот мужик украл и там не до не не доложил знаете игра или он не так что-то сделал ты говоришь вот такой сякой он плохо относится к своей работе он плохо относится к своей жене он плохо отнесся ко мне он кричит на своих детей миллион примеров и ты начинаешь его осуждать осуждать я таких врезал я таких изгонял я таких депортировал я таких в тюрьму зажал каждый день ты вот в этот момент вдруг забываешь что ты тоже кричал на своих детей где-то ты тоже кому-то не додал может быть себе перри перебрал а кому-то не додал где-то это тоже халатно относится к работе все это в каких-то аналогичных ситуациях показывают без небес и ты без своего ведома как написано в мишне как объясняет большим то без своего ведома ты осуждаешь себя осуждаем так говорят наши мудрецы вот поднимаясь наверх тебе говорят вот смотри ты видишь это что ты можешь сказать про этого человека ты дружбу его отлично а вот давай покажем сейчас тебя ой вы измер как такое могло произойти это же я и говорят но похоже похоже ты сейчас сам из своих уст вынес приговор саму себе что же делать ну давай будем решать вот потом начинается этих лишь бойниц вот эти все подсчеты и и и это великая вещь великая вещь и думаю что даже чаще всего без нашего ведома нас осуждать чем что признать свою вину очень тяжело даже после совершения преступления поэтому поднимаясь наверх там уже ты не будешь отнекиваться но мы возвращаемся к моменту то что мы судьи мы приближаемся к роша шана вот в роша шана нас ждет какой-то приговор мы просим творец бог дай нам хороший приговор это кстати не шутка эти годы тяжелейшие кто-то попал под раздачу не дай бог кто-то не попал кого-то пронесло не знаю что тебя ждет она наращивать ситуации перед приходом машеха в мире войны в мире голод в мире инфляция это все мы стали свидетелями и и мы стали актерами одного фильма часто уже не можешь где-то скрыться обратить внимание в мир стал маленький мы с вами зайдя вот в эту синагогу или где-то молясь дома просим бог прошу тебя дай нам наши мудрецы говорят если ты хочешь у тебя был хороший приговор начни осуждать людей с оправдывающими обстоятельствами я сказал слово осуждать не ошибся суди ближнего как написано в мишне тоже в трактате а вот а вей дан коля данны кавсхуд то есть ты суди каждого человека по чаше оправдания найти в нем оправдывающиеся какие-то обстоятельства и тут ты как нормальный человек задаешь вопрос наши мудрецы я вас уважаю вы были фундаментом устной торы в это передали сохранили еврейский народ но почему хотите из нас сделать наивных каких-то овечек смиренных что значит оправдывать каждого человека ладно я могу постараться там неделю закрыть свой рот но но в течение всего года я иду с машиной в сервис и мне исправляют ее так что азоханвей а потом выезжаю она еще хуже работает бывает такое в разных частях этого мира идешь в ресторан тебе подают еду потом тебя обшитывают или еще хуже выливают на тебя суп так что ты должен сделать вместо того чтобы сказать слушать ты халатно относишься и и и ты вор и там ты я не знаю исправьте машину заплатите мне неустойку будешь говорить ой видимо он был больной нездоровый такой с утра он стал или жена его заболела или он устал вчера он смотрел фильмы до трех утра и проснулся и на работе он не заметил и суп вылил или обсчитал и так далее с таким подходом мир упадет в мире будут плавствовать бандиты нечистивцы а мы будем просто вот уменьшаться и уменьшаться что значит судить человека с оправданием причем каждого человека чем всегда с оправданием не только передрошешь она за неделю или за две как это делать при этом остаться нормальным человеком и сохранить мир сохранить наше общество как это делать мы с вами с божьей помощью узнаем в следующем ролике шалом шалом